Всем доброго времени суток! Всем привет! С вами Александр Аннато. Начинаем прохождение MaxPaint. Третий раз начинаем. Да, потому что я забыл включить запись. Это у нас Steam-версия лицензионная. Русский язык есть из коробки, но его придется фиксить. Это так, информация для тех, кто будет потом играть вдруг сам. Все гайды есть в Steam, в сообществах, смотрите. Ссылки никакие размещать не буду, потому что там много всяких различных операций придется делать. Дарод прям вот натурально в чатике видит, как у нас обычно проходят дубли. Ну ладно, вроде бы я все сказал. Играть буду, кстати, с клавиатурой мыши, не со Steam-контроллера. Мне просто было лениво настраивать, да и времени особо не было. Так что вот так. Ну и будем надеяться, что у нас все получится. Кстати, на всякие кат-сцены я буду отключать оверлеи донатные. Так что смотрите, если кто там будет подписываться, донатить. Смотрите, чтобы это не наслаивалось на кат-сцены. Ну, либо оно просто не будет озвучиваться. Озвучка тут хорошая, на мой взгляд. Многим не нравится, но мне она нравится. Это самая первая лицензионная озвучка. Будаков озвучил. Ладно, поехали. Сложность у нас тут только одна. Хотя я почему-то припоминаю, что вроде выбирал охотник. Но, не знаю, видимо не помню. Оставайтесь на связи. 10-10 в Айзерплаза, без порядка разберитесь. 10-4, подтвердите адрес. Это Айзерплаза, повторяю. Айзерплаза. Выстрелы на крыше. Там нападение в самом разгаре. Повторяю, это нападение. Перестрелка на крыше. 10-8, сверху обеспечу. Необходимо подкрепление и побыстрее. Угроза жизни полицейского. Угроза жизни. 10-5, отзовитесь. 10-5. Внимание всем постам. Всем постам. Тревога. Угроза жизни полицейского. Спасик, сладо. Стоять. Спасик, сладо. Всем постам. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Все было кончено. Чтобы объяснить, что здесь произошло, мне придется вернуться на три года назад. В тот вечер, который мне никогда не забыть. Тогда я еще служил в полиции. Отдел полиции Нью-Йорка. Северный округ. Чертова дыра. Так когда же ты начнешь работать на меня, детектив Пэн? Чтобы ты отправила меня секретным агентом в какое-нибудь пекло? Извини. Но Мишель и девочка для меня важнее. Вот это моя последняя секрет. Нечего розе дышать дымом. В этом ты весь, Макс. Был и остаешь собой скаутом. До встречи. Четверг вечером покер. Не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришел. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. Мишель, солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. Какая-то другая язовочка. Это не Булдаков. В смысле? Черт. Он, по-моему, должен быть. Послушайте, кто-то забрался в мой дом. Вызвите службу спасения. Это дом мистера Пэйна? Да, кто-то ворвался в мой дом. Они еще здесь. Прекрасно. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Алло. У него нет другой озвучки. То есть есть только неофициальная, но там более такой молодой голос, что ли, получился. Другая? По-моему, вы что-то путаете, потому что... Вдвоем, что ли, путаем? Ну, мне кажется, да. Я знаю две озвучки. Официальная была с Булдаковым и неофициальная. Все. Нет, это не Булдаков, точно, абсолютно. Нет, вы не трогайте, Енцкий! Вы не вас сняйте! Офер Енцкий! Мишель! Да заткнись ты, наконец! Нет! Нет! Не надо! Нет! Макс! Ну, по-моему, это так, короче, ладно. Мишель, полиция Нью-Йорка, всем стоять. Пожалуйста, только не это. Плоть падших ангелов. Нет, 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 нет. Мишель, Рози, нет. Мишель, Рози, Рози. Мишель, Рози, Рози. Я медленно подбирался от мелкой рыбешки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и Пепе были моими единственными связными в отделе. Это Пепе. Случилось что-то важное, связанное с Любина. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушел в подполье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытия. Казалось, что на завтрашний день надежды ни у кого не было. В метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя беретта нервно зашевелилась под корткой. Но двери вагона уже захлопнули за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка станция Роско-стрит и Алекс. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. В воздухе пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Лекарство смягчит боль. Нормально. А как-то это выстрелы тише дойдут. Ну, то есть, звуки такие игровые. Нормально вроде. Чем звук. Болж автора. Да он уже мёрт. Стоять! Да, мочи! Не надо. Я думал, у тебя застрелили. Ты так полетел назад. Нет, я просто отпрыгивал, уворачиваясь от выстрелов. А у меня замедление времени бесконечное, что ли? Ну вот. Вообще, его можно убить так, чтобы пистолет остался. Ты даже помнишь это? Я просто убивал. Так, да. Там вот всё. Надо, кстати, сохраняться почаще. Это одна из тех игр, где я сохранялся так, что... Перед самым убийством меня, короче. А, и вот здесь умереть, да, может. Я, кстати, помню ещё, что здесь будет место где-то, где я долго крутился. В смысле, заблудился? Да-да-да. Надеюсь, это не повторится. Ой, меня тут кто-то в спину. Ого! Возможно, есть смысл переиграть даже. Да, я, наверное, переиграю, потому что... С таким количеством хп это как-то не очень круто. Что же? Всё, тихо. Всё, тихо. А просто пострелять нельзя было? Почему он будет напрыгать сразу? Они тебя даже ещё не видели. Ну, это же киношно, ну что-то. И она пострельнул бы сразу. Диме, мотографично. А потом уже прыгал, пока они повернулись. Нормально. А то они даже не видели, как-то летел красиво. Что-то происходит. Резня? Эти парни с пистолетами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит и плотно. У нас нет времени. Мы должны добраться до диспетчерской. Пойдём. Да-да-да, главная фича – это замедление. Народ, кто пришёл недавно, привет. Мы не сильно далеко ушли, потому что у нас были тут технические проблемы небольшие. Технические проблемы. И не расстраивайся. Александр, проблемы. Как бы, кстати, вот я забыл сказать, не удивляйтесь. Я многие моменты помню, хотя играл очень давно. Но в то же время эти вещи я могу не помнить. Эх. А где? Я тут такой, значит, влетаю. Вот гад. Это игра, по-моему, вот сотня для того, чтобы быстро сохраняться и загружаться каждый раз. Где-то были мчилки, я помню. Должны быть. А, кстати, там надо было сначала в одно место сходить. Ну ладно. Тебе пишут по поводу замедления. Пополняется со временем, а так действует, пока наполнены часы. И еще пишут, что пополняется после убийства. Останавливается. Я знаю. Я знаю, но я просто там в одном месте использовал. И не обратил внимания, что оно у меня пополнилось. Ммм. Наверное, не знаю. Мы вот тут сюда-то не зашли. Да кто тебе виноват? Ты виноват. Ну я виноват. Ну я просто потому что говорю, что это будет немножко мешать, наверное, то, что я какие-то моменты помню. Все выстрелы по прутинам пришли, да? Да, да, да. Где я попал? Ворота были закрыты. Мне нужно было найти другой путь в тоннель. Вот. Можно с чистой совестью идти туда. Мы же это все ради чего делали? То, чтобы как раз найти другой путь в тоннель. Видишь, тут закрыто. Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. Савар, открывай. Все. Довольно церемоний. На самом деле, на свое время, вот... Эта игра была достаточно такой прорывной в плане... Графики геймплея... Графики геймплея... Но оно, кстати, по-моему, не работает. Надо выключить на всех пожарных. Отображение прицела. Советы. Пусть будут. Замедление помощи. Сохранение времени замедления за счет отключения режима замедления в определенных местах. Ну ладно. Ну, в общем, нет субтитров. К сожалению. Как я их ровненько положил. Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть, и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Выясните. Не, я люблю эту игру. Эта игра создана для меня, мне кажется. Со всеми этими замедлениями. Стоять! А тут, по-моему, еще можно как-то было время замедлять. Не помню, или нельзя. Никого нет? Без вот этого вылетания. Ну ты где? Валяется так и по полу. А, вот он! Вот гад. Только у меня ничего не видно. У вас-то все видно, я смотрю. Но похоже, что счет уже давно не в нашу пользу. Я бы на твоем месте так не шутил. Да? На станции небезопасно. Кто-то там вообразил себя героем. Плохи дела. Этого только нам и не хватало. Все? Отговорились? Могу вас убивать. Хе-хе. Я живу! Опять? звук конечно здесь но это старая игра все-таки поэтому звук такой ничего не сделаешь в плане позиционки нормально дверь была заварены тысячу лет назад а в бомбе не было детонатора детонатор что же опа окей парни полиция уже выехала скоро здесь будут лучшие копы города и лучше коп уже здесь а так обещал машин лучший коз ах ты а а а где сторонку загрузится просто упустил момент внезапности такой выскочил и перезаряжается в воздухе стрелять нечем офигеть по саму уши ладно все тоже самое получилось а вот он сейчас подстроить попробовать то подстроить замедление времени включения ну не обязательно включать замедление времени когда прыгаешь только но мне не дает включить его когда я хочу она пришли он автоматически замедляется да так что да дизер тигу привет мы тут только что банка грабили кто говорит а кто спрашивает это старший инспектор джим бравур вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям мы тут с мальчиками поговорили ужасно стыдно они больше не будут кто говорит черт возьми присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу мальчиком сказано как-то управление по моему нет где я видел игра вот замедление помощь по моему надо выключить и управление сражение по моему нет перемещения вот замедление можно выставить комплексное замедление мб вот уклонение от пуль пусть будет мб2 а замедление shift то есть сейчас проверим теперь по идее я могу делать вот так а если допустим я выбегаю и зажимаю shift он такой опа да пойдет их добыча лежала на столе они охотились за облигациями айзер корпорейшн история внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов я честно говоря заморочили вот такие сюжеты неплохо помню а я и не знаю в общем то ну в том плане что не удивляйтесь если я буду удивляться грабители оставили на столе свои инструменты а вот взрывчатка судя по количеству детонаторов они притащили сюда достаточно взрывчатки чтобы отправить на орбиту статую свободы в смысле детонатор шли обратно а 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 кп в пятку А у тебя ещё и кровотечение. Не, это нормально. Это сейчас... Оно уходит. Фига! Дверь такая... Раскорячила прям. Стоять! Господи, Макс! Ты меня до инфаркта доведёшь! Я тебя чуть не застрелил! Алекс. Что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Это вооружённое ограбление. Они пробили туннель в хранилище Роскопанка через стену в старой станции метро. Это проделки Люпина? Это правда работа Люпина? Ты умеешь выбрать это место. Ты можешь открыть, Волода? Нет, они зато. Нам нужно выйти отсюда. Если это Люпина, это... Алекс! Алекс! Я ничего не мог сделать. Он был мёртв. Это можно было понять по пустому, обвиняющему взгляду его глаз. Ну вот. Зачем тебе телефон? Позвонить хочу. Попить хочу. О! Это было круто, наверное. Ну да. В свое время. Давай и убирайся отсюда. Все будет в порядке, успокойся. А граната, граната! О! 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 Да. Там неплохо. Мягко говоря. О! О! Ух. 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 Ух! Ух, хе. Кстати, знаете что? А можно еще мышку замедлить? Я прям не могу. Она такая. Лишьком шустрая. Ой, а теперь она... Хотя ладно. Так лучше. теперь она слишком медленно правда наверное а может просто непривычно убийцы банок мы отсюда пришли наверно нам сюда они подожди я пришел могут ворот крис точно точно все три года алекс помогал мне оставаться в своем уме он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное и в конце концов перешел дорогу самому джеку люпина свое богатство люпина наживал на проституции наркотиках заказных убийствах а также грязные гостиницы и кварталю убогих ночлежек полиция приближалась и слышал вой сирен он становился все громче и громче люпина надеялся остановить нас убив алекса и переложив вину на меня но все чего он добился было мое внимание сначала я отправился в гостиницу это было удручающее зрелище тусклые лампочки и выцветшие обои я вошел корча из себя эдакого искателя приключений как делал это уже сотни раз гостиницу содержали два отъявленных мерзавца с акульями улыбочками братья финито леди джентльмены к нам пожаловала шилом задницы в мусорной заднице сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили не нужно отвечать это риторический вопрос у меня есть кое-что для босса люпина здесь а это смотря кто спрашивает друг или ищейка из отдела по наркотикам не отвечая этот это как ты там его назвал риторический вопрос люпина тут нет он просил нас попрощаться за него люпина не было в этой гостинице вместо себя он оставил братьев финито мою легенду раскрыли двери захлопнулись с обеих сторон а потом был сплошной свинцовый дождь братья финито шила в заднице держись не помирай смысле помирай смысле ты не помирай а мы у меня они привлекло письмо на столе подожди письмо ой нет ли все самого люпина я видел только один раз все свои дела он вел с помощью своей правой руки венни гуни те гуни эти был и с органом невротиком казалось он в любую минуту готов слететь с катушек с деловой сметкой у него было все в порядке свои комплексы гуни те удовлетворял за счет малолетних наркоманов и девочек по вызову у вас похоже проблемы с в бизнесом джек сказал цитирую вини ты за это ответишь кавычки закрываются скоро у вас появится рико муэрта с проверкой все летит к чертям и всем скоро придется отправиться туда же к вам это вдвойне относится берегите этого типа утирайте ему сопли делайте все что он просит напортачить и будет вам братцы финито ля комедия в бизнес означал дополнительные меры безопасности я не видел чтобы сюда доставляли наркотик но это не значит что его здесь нет рико муэрта использовали как буку для запугивания непослушных детей 313 братья финито записали номер комнаты муэрты на порядок записки не в ротик вот он где не попал ой 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 кончилось замедление времени нет давайте переиграем не нравится плохо получилось так хорошо что ли нормально давайте поиграем в нырки это фишка же о а почему деньги не взять выбраться оттуда было непросто дверь на лестницу была заперта а лифт не работал уже лет десять чулки ешь их горстями журнал читают пиксельные сегодня в нью-йорке создалось чрезвычайное положение в связи со стукновениями преступных группировок происходящими в бронксе и связанными с распространением на сегодняшний пресс-конференции мир заявил что валькирин представляет реальную угрозу для нью-йорка и призвал к решительным мерам по ликвидации этой проблемы как нам недавно сообщили ситуация с валькирином осложнилась в связи с убийством специального агента отдела во борьбе с наркотиками алекса болтера он был убит несколькими выстрелами в упор стрелявшего опознали это некий макс пейн без сомнения петля вокруг этого скрывающегося преступника будет стягиваться все туже и дело подключается все больше оперативников вот они мгновение славы да уж мгновение славы действительно а как вы его позади то я чуть не поняла ну ну как так взяли вот так вот и опознали кто-то нас видел то кроме преступника то нас видел кто-то это он не видел он такой подошел хотя скорее всего знал с кем он встречается ну да да что-то тут не так пейн там они не отвечают пошли пейн заплатит спал на лови а промазал рука дробного сейчас бы не улететь только куда а можно по-моему прикольно было там такой вот случайно так опа вот зачем ты это сделал и улетел ну в смысле по камерам по камерам видно же что это не он стрелял или просто на выходе где-нибудь что он выходил в это время примерно ну вот именно что видно же что по камерам не он стрелял да вот это вот кстати можно было бы взорвать если бы я сразу прям зато красиво там может еще враги были а ты взорвал ну по-любому еще враги по склад а лекарство здесь как тратится то есть они не в запас идут а просто сразу лечат да я так понимаю как только ты их находишь нет в запас вот видишь внизу штучка такая 3 а а все поняла ну короче поняла поняла я ой открыл дверь скажи что это не круто круто ваншот просто вот так вот у Макса такое лицо полное боли пейн макс пейн нефиг нафиг вообще мы тут в кровати пошли пусть ездит подожди во я ж помню а стреляй долго так перезаряжается а ай больно ну ладно александр у тебя еще труба есть можно коробки разбивать труба а точно есть же никогда ей не пользовался если честно прикольно прикольно пока нельзя когда мне дадут второй дезерт игл у вот что на это что Продолжение следует...